Простыми словами и красивыми кадрами о том, что интересного происходит в нашем большом и стильном городе. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! В начале выпуска третий сезон нашего затянувшегося теле-арт-эксперимента с участием юных художников и столь же юных журналистов. Кстати, это одни и те же люди. О подробности прямо сейчас. Наш пятидневный интенсив в студии живописи и рисунка МОЗа вновь проходит в атмосфере свободы творчества. Юные художники учатся писать картины в различных техниках, а также постигают основы телевизионного мастерства. Сегодня первый день нашей новой творческой смены детского лагеря искусств и нашего с вами совместного потрясающего крутого проекта. Вы смотрите Beauty Time. Я этим раньше увлекалась. Я люблю ходить на свидания. И все. Здравствуйте! Меня зовут Полина. Меня зовут Аня. Мне 11 лет. Меня зовут Варя. Мне 9 лет. Меня зовут Лера. Мне 9 лет. Меня зовут Кристина. Меня зовут Роман Еремеев. Мне 10 лет. Меня зовут Миша. Мне 11 лет. Я закончила 4 класс. Меня зовут Алиса. Мне 7 лет. Всем привет! Меня зовут Рината. Мне 9 лет. Я увлекаюсь живописью и спортом. Один из моих любимых видов спорта – это степ-аэробика. Я увлекаюсь боксом и плаванием. Скрипкой, скрипичной секцией, оркестром и вокалом. Я увлекаюсь легкой атлетикой. Собственно, спортом я увлекаюсь таким, как хоккей и футбол. Я увлекаюсь чертлигингом. С легкого и внезапного стиля импрессионизм часто начинается любовь к изобразительному искусству. Художники-импрессионисты изображают этот мир при помощи сочных ярких красок, свободных движений и светотеневых эффектов. Ребята уже закончили свою работу, и мы сейчас посмотрим, что у них получилось. Моя картина называется «Каникулы». Моя картина называется «Солнечное лето». Это девушка, которая пошла собирать на поле подсолнухи. Моя картина называется «Подсолнухи». Я работала в технике мазками. Моя картина нарисовала в технике МПСМ. Моя бабушка в молодости. На этой картине изображена девушка. Я хотела изобразить здесь свою маму, так как у нее есть похожее платье и такие же волосы. В работе телеоператора эмоций минимум, а точность требуется высокая. Семь раз настройся, один раз включи камеру. Я узнала, что можно приближать, отдалять, то, что нельзя снимать по сгибам. Как правильно снимать, как штативом пользоваться. Снимать что-то самому. Думаю, что себе камеру куплю, что-нибудь там буду снимать. Я узнала, что нельзя ее выносить на мокрое место. Любимый жанр начинающих художников – быстрый рисунок скетчинг. На этом уроке ребята перенесли на холст мультипликационного персонажа. Каждый по-своему, в своем индивидуальном стиле. На очередном занятии по ТВ мы узнали жанры телевизионной журналистики. Оказывается, в эфире можно смотреть не только мультики, но и новости, интервью и репортажи. Как часто вы рисуете? Я стараюсь каждый день рисовать. А в каком стиле? Инспискренизм, потому что там работа мазками. Жанры мультипликации. Потому что было трудно удержаться. Это Мэйбл. Она любит свитеры. У нее есть питомец свой собственный. И его зовут Пухля. Это свинка. А теперь моя свинья. Она твоя. Только твоя. Все 7 килограммов. Твои. Кто такая Мэйбл? Мультяшный персонаж из мультфильма Gravity Falls. Тема занятия у нас сегодня была герой мультипликации, посвященная персонажам из сериала Gravity Falls. Успех картины всегда заключается в выборе сюжета, цветовой гаммы и правильной композиции. В свою очередь телеведущий должен быть коммуникабельным и раскованным. В частности, уметь рассказать о себе и своей работе. Мне понравилось сегодня рисовать пончик. Я захотела нарисовать один, потому что много мне не очень понравилось. Этот пончик с шоколадной начинкой, этот с клубничной, вот этот белый с пломбиром, а вот этот вот фиолетовый, он без начинки, просто глазурь такая красивая. Красивые пончики. Он как будто бы из космоса, и здесь я написала пончик на японском. Я вырвала такие цвета, потому что у меня комната будет в пастельных цветах. Это нежные цвета, которыми можно выделять комплекты. Сегодня мы рисовали туканов. Мне очень понравилось. Я люблю туканов. Вот такой туканчик у меня получился. Клюв вначале был в виде треугольника, немножечко опущенного. Самое интересное было рисовать лисья, а самое сложное — туканы. Там мазками работать было внизу очень сложно. Сначала это трудно. У меня не получается, я не умею рисовать. И с помощью дадаизма художественного стиля я хотела объяснить, что существуют просто тысячи, миллионы художников, которые мечтают писать так же, как они, как дети. Потому что научиться академизму, научиться ровным линиям, пропорциям — это может каждый, это дело времени. Но научиться писать как ребенок, чисто, от души, с эмоциями — это далеко не каждому под силу. Следующее занятие — участие в учебной пресс-конференции. Вопросы задавали взрослым художникам, преподавателям школы живописи и рисунка «Муза». У меня вопрос к двум нашим учителям. Чем вы любите заниматься? В свободное время я очень люблю гулять со своей подругой, с Алиной в том числе, пить кофе и ходить на свидания. Что вы больше всего любите рисовать? Я портретист больше всего. Я люблю изображать людей, люблю находить и передавать их эмоции на картинах. У меня вопрос к нашим двум преподавателям. Как долго вы учились рисовать? Можно, конечно, ответить очень банально, что мы занимаемся этим всю жизнь, но технически я училась пять лет в художественной школе, а все остальное время было самообразование. Но рисую я буквально, не знаю, лет с двух-трех. Сколько вам лет и чем вы будете заниматься через 10 лет? Мне 28 лет, и я хотела бы через 10 лет в Нью-Йорке, в аукционном доме устраивать торги, продавать картины молодых современных художников, зарабатывать очень-очень много денег и делать современное искусство. Еще одну телевизионную практику посвятили теме репортажа. С места события вещали молодые, но очень перспективные журналисты. Я сегодня себя пробую в качестве репортера, сегодня я вам расскажу, как проходят занятия. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Алиса. А какой первый этап для рисования? Мы начинаем с фона и головы. А чем-то отличается построение лица лошади от построения лица человека? Да, отличается. У лошади мордочка идет вбок, а у человека вниз. Магическая лошадь. Что самое сложное было в этой работе? Ну, я думаю, самое сложное было в этой работе – это нарисовать глаз. Что было для тебя самым сложным? Это были уши. Сейчас в студии Муза у ребят перерыв, а я тем временем спрошу нашего предподавателя Алину. Больше всего дети любят рисовать котиков. Кому-то нравятся аниме персонажей. Мне нравятся мультяшные герои. Я люблю рисовать кошек, собак и кройков. Кошек и собак. Больше всего мне нравится рисовать людей. Я люблю рисовать некоторых животных, ну, там, допустим, пантера или коала. Меня зовут Александра, вы смотрите Beauty Time. Каникулы в стиле ТВ-арт сезон номер три состоялись. Уставшие, но довольные участники процесса раскрыли в себе творческий потенциал, получили много новых знаний и профессиональных навыков, а главное – научились выражать себя в творчестве, что важно для каждого человека вне зависимости от возраста и рода занятий. Мы учимся быть не просто академистами, а действительно творить. Вы смотрите Beauty Time. Да! В 14 лет, когда подружки мои закончили со спортом, начали жить вот этой подростковой жизнью, там, тусовки, ребята, какие-то там вот встречи, а у меня все по режиму. Медицинский центр «Новая клиника». Профилактика ковида и реабилитация после заболевания. Мы в самом центре города на Кирово 159. Телефон 211 07 60. Вздувшиеся вены – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение, но избавиться от этой болезни возможно за 40 минут. Без разрезов и наркоза. Только сейчас. В клинике лазерной хирургии «Варикоза.нет» Акция. 20% на операцию для всех. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Прямо сейчас тенденции летней праздничной моды. Продумываем образ на выпускной бал. Это молодость и юность. Тренды – графичные стрелы. А все остальное индивидуально. Теплые шоколадные оттенки. Все естественно и натурально. Такой вот мастхек, который должен быть в сумочке. Бывает, что выпускные вечера больше похожи на дефиле на красной ковровой дорожке, а не на первый бал молодых людей, которые прощаются с детством. Но, тем не менее, запрещать выпускникам самовыражаться с помощью одежды, в том числе и торжественной, занятия бесполезные. Лучше вместо этого лишний раз пересмотреть тенденции сезона, а заодно и послушать модных экспертов. Выпускной тренд на сегодняшний день – это молодость и юность, а все остальное индивидуально. То есть образы мы не перегружаем и одеждой, и прической, и, естественно, макияжем тоже. И вообще естественность. То есть хотите прямые волосы – значит прямые. Хотите косичка – значит косичка. Все естественно и натурально. Конечно, нет смысла делать совсем макияж без макияжа, но все-таки, то есть мы же говорим о подростках, у них в любом случае может быть проблемная кожа, то есть мы делаем тон, но без сильных утрированных макияжей, да, без жесткого контуринга. Сейчас в тренде графичные стрелы. То есть стрелы мы можем делать спокойно, они могут быть цветными, они могут быть даже неоновыми, это будет очень здорово. Если платье лаконичное, то можно сделать какое-то плетение и украсить цветами. Теплые шоколадные оттенки, все оттенки бронзы, они всегда в тренде, они всегда смотрятся очень здорово на любом возрасте. Естественно, акцент делаем на глаза, делаем на губы, чтобы они были максимально там приглушенными, но даже если это яркий цвет, то он как будто бы вот вбитый в губы. И еще один лайфхак от специалиста, что обязательно должно лежать в сумочке выпускницы. Помощь, обязательно матирующие салфетки должны быть в сумочке, легкий блеск для губ и пудра, чтобы припудрить лицо уже в течение дня. То есть это такой вот мастхак, который должен быть в сумочке и поправлять макияж в течение вечера. О мужской моде в контексте выпускных либо говорят мало, либо совсем почти не говорят. Но это не означает, что для ребят не важен их внешний вид. Что касается парней-выпускников, я бы рекомендовала им сделать качественную стильную стрижку. Она вытянет любой образ и станет эффектным дополнением. В идеале приходить в одно место, где полностью соберут от и до и стилист по волосам и визажист, потому что в первую очередь это командная работа, это образ в целом. Потому что если у нас будет прическа одна в одной стилистике, макияж в другой, а одежда в третьей, ну и естественно это все распадется, весь образ в целом. Всем выпускникам я желаю хорошего праздничного настроения, легкости и удачи в жизни. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы смотрите Beauty Time, программу о красивой жизни и талантливых людях. Продолжаем выпуск. Сложно-постановочный групповой портрет. Этого уже достаточно, чтобы называть себя фотографом. Сначала у меня даже друзья бесплатно сниматься не хотели. Эта съемка с Ренатой Литвиновой была перекуплена, перепечатана. Они перепуганные, я перепуганный. Все знают, кто я такой. Валентин Блох, известный коммерческий фотограф, двукратный победитель Всероссийского конкурса фотографий Best of Russia. Работал в знаменитых журналах Vogue, JQ, Playboy, Glamour и Собака. Сотрудничал с шоу танца на ТНТ и Comedy Club. Фотографировал коллекции Томми Хилфигер и Пола Ральф Лорен. Снимал для Сбербанка, Газпрома и Мегафона. По образованию художник-иллюстратор, дизайнер. И фотографии так слегка увлекался в любительские во время учебы в институте. Но уже потом, отслужив в армии, уже открыв свой бизнес, рекламное агентство небольшое, ко мне попала первая камера цифровая. Это была камера одного из моих преподавателей, который впоследствии стал моим коллегой. И он был редактором одного из журналов, который у нас издавался. И он, да, у него была камера, которую он почти не пользовался. И я у него ее перехватил на пару недель. И да, это была любовь с первого взгляда. Значит, я должен был всю неделю быть на бэкстейджах, снимать, собственно, быт, как девчонки живут, как они репетируют, как они выступают. Но раз в неделю после записи эфира, когда известно, кто уже вылетел, я должен был делать имиджевую съемку. Я говорю, Мигель, я же там новый человек, ну мне сложно будет, да? Ты будешь мне помогать? Ну ты что? Я вообще буду с тобой каждую минуту. И вот первая же съемка, после первого же эфира, мне нужно снимать этих девочек, которые просто ошалевшие. И я остаюсь в павильонах ТНТ, пустых, вообще никого нет. Они перепуганные, я перепуганный. Что я сделал? Я сделал Линдберга. Как самое для меня понятное. Я подумал, что мне нужно этих девочек, кому-то 18, кому-то там 20. Мне нужно объяснить им, что они женщины, что они красивые, что они сексуальные. И подать их, как настоящих актрис. Сначала мне было никого. Сначала у меня даже друзья бесплатно сниматься не хотели. Ну вот. Потом постепенно, как и все, наверное, фотографы, начинают с каких-то простых частных съемок, друзьям, знакомым запускают сарафанное радио, свадьбы, вечеринки, дни рождения, портреты семейных друзей, детей и так далее. Просто у меня изначально была задача выходить на высокий уровень. Поэтому у меня с самого начала был план. Никогда не ориентировался ни на одного отечественного фотографа. Я ориентировался всегда и учился самых лучших мировых фотографов. Я анализировал их жизненный опыт, их карьеру, смотрел, что повлияло на их жизнь, в какой момент они стали. И благодаря чему их заметили. И все это очевидно и очень просто на самом деле. Это работа с глянцем. У всех мировых звезд карьера пошла только тогда, когда они начали работать с глянцевыми изданиями. Поэтому я поставил себе цель как можно быстрее попасть и закрепиться в основной состав максимального количества глянцевых изданий в нашей стране. Так и получилось. Интересуют в первую очередь люди и их истории. Я очень люблю разговаривать с людьми, я люблю узнавать их, я люблю читать их как книги, а потом рисовать к ним иллюстрации. Вся моя фотография, по большому счету портретная фотография, это иллюстрации людей. Сотрудничество с Фёдором Сергеевичем Бондарчуком, Олегом Евгеньевичем Меншиковым, Юрой Борисовым. Некоторое количество портретов различных звезд. И вот Артём Дзюба, например. Наверное, одни из самых ключевых съемок были, это мои первые съемки, первый сезон работы в журнале «Собака.ру». В Санкт-Петербургском, в флагманском журнале. Это был, наверное, один из важнейших этапов карьеры. Собственно, с чего, наверное, моя карьера как достаточно известного топового фотографа началась. То есть после этих съемок меня заметили в Москве, заметил ВОК, заметили различные издания, журналы, бренды, агентства и так далее. С этого пошла уже такая мощная карьера. И это были, конечно, съемки, которые победили впоследствии в всероссийском конкурсе фотографии «Бест оф Раша». Съемка с Ринатой Литвиновой, съемка с привой балериной театра Эфмана Мария Башовой. Эта съемка с Ринатой Литвиновой была перекуплена, перепечатана в Украине, в Казахстане, в Лондоне, в Париже. Висела на улицах Лондона, использовалась как афиши у Ринаты Литвиновой для ее спектаклей. До сих пор они ее публикуют. Из последних лет то, что на меня действительно сильно произвело впечатление, это работа с Федором Сергеевичем Бондарчуком, с Паулиной Андреевой, с Тимоти, конечно. Образ Я всегда прошу максимально не броское что-то, а такое, что скорее подчеркнет человека, чем его спрячет. Меня ничто не раздражает и не бесит меня, невозможно вывести из себя. Клиенты — это люди, которых я люблю и очень уважаю. Я стараюсь понять их и всегда вставать на их сторону. Меня раздражает глупость, бездарность и поверхность других фотографов, которые очень часто людей на своих съемках психологически травмируют. И очень часто ко мне приходят люди, которые настолько боятся уже сниматься, потому что весь их опыт предыдущий, работая с другими фотографами, их настолько травмировал, что они просто не верят в то, что они могут получиться красивыми. А это происходит из-за того, что люди не хотят учиться, из-за того, что большинство людей, купив камеры, считают, что этого уже достаточно, чтобы называть себя фотографом. Представьте себе, что съемка — это момент очень глубокого взаимодействия с человеком. Для большинства людей съемка — это большой стресс. Прийти в студию или куда-то еще, быть на улице, когда люди вокруг смотрят, на тебя направлена камера. В этот момент, в этот самый стрессовый момент для человека, у человека вылезают на поверхность все его комплексы. Неуверенность в своей красоте, неуверенность в своей фигуре, какие-то зажимы, блоки. Когда-то папа сказал, что ты некрасивая, когда-то парень бросил, когда-то подруга что-то сказала. И все эти вещи вылезают. И когда фотограф своими неосторожными действиями, движениями что-то ляпнул, что-то сказал, что-то не так сделал, как-то не так снял. Это очень сильно может травмировать человека. Вы же прекрасно понимаете, что один жанр качает другой жанр. Выйдите на улицу, поснимайте, как мальчишки в хоккей играют на улице. Если вы умеете отобрать тот самый ключевой, самый важный кадр, это принесет в вашу фэшн, условно фотографию, такое мастерство, такое умение чувствовать момент, которое просто фэшн-фотограф, снимающий в студии, никогда в себе не разовьет. Я уже все испытал по отношению к ним в момент съемки. Поэтому они уже не мани. Они уже ушли в народ. Их уже кто-то, очень часто их кто-то копирует, кто-то пытается снять так же. И мне очень сложно. Я уже к ним ничего особенного не чувствую. У меня дома не висит ни одной своей работы, кроме портретов дочки. Невозможно это вывести в какую-то формулу. Скорее всего, фотографию, как и любое искусство или любой объект, можно оценивать с совершенно разных точек зрения. Всего нужно понимать контекст, для чего фотография создавалась. Если это фотография, у которой есть конкретное ТЗ, техническое задание, и она должна, ну, условно, что-то продать, что-то прорекламировать, должен быть хорошо виден товар, продукт и так далее. Тогда мы оцениваем по очень простым физическим каким-то критериям. Да, ясно, резко, чисто, блестяще, не знаю, все ли хорошо читается, понятно ли для зрителя, о чем идет речь. С точки зрения искусства, это все очень аморфные истории, да, вы все очень размазаны. Здесь всегда очень важно, что хотел сказать автор. И если то, что хотел сказать автор, зритель понял, и на него это подействовало, то, возможно, это... Ну, всегда, всегда найдется кто-то, кто скажет, это говно. На самый гениальный шедевр всегда найдется кто-то, кто скажет, это плохо. Сложно-постановочный групповой портрет. Если вы умеете вот так, вы всегда будете нужны. Каким-то крупным брендам, да, там, для бизнес-портретов, для групповых портретов, для журналов. Есть несколько вещей, которые влияют на художника. Я здесь под художником, имею в виду и фотографа в том числе. Да, это, конечно же, работоспособность бешеная. Желание учиться и быть открытым к новым знаниям, наверное, такая вещь, которую многие называют вкусом или насмотренностью. Я называю это культурно-визуальный бэкграунд человека. То есть то, что он всю жизнь поглощал, да. Если этот культурно-визуальный бэкграунд, он очень скудный, если человек не разбирается в искусстве, не читал ни книг, не смотрел хороших фильмов, слушал очень плохую музыку или вообще ее не слушал. Вряд ли из него что-то талантливое выйдет. Вряд ли он возьмет и начнет вдруг шедеврами во все стороны сыпать. И бывает, что человек, который всю жизнь был в искусстве, но сам ничего не делал руками, да, но смотрел, читал, вдохновлялся. В какой-то момент у него накипело, он берет камеру в руки и вдруг начинается какое-то волшебство, какая-то магия. Мне кажется, что талант – это вещь, в том числе, возможно, приобретаемая со временем. Мне кажется, что все таланты до определенного возраста, все люди обладают каким-то внутренним светом, да, какой-то вот этой проводимостью энергии творческой. Просто у большинства в каком-то возрасте этот канал перекрывается. И он перестает чувствовать, перестает тонко ощущать красивые вещи, замечать их. Просто перестает замечать. Большинство почему-то считают, что коммерческая фотография, определение коммерческой фотографии относится только к работе в рекламе с крупными брендами и так далее, и так далее. Перестаньте строить иллюзии, не надо себя обманывать. Если вы берете хотя бы рубль за свою работу, вы коммерческий фотограф, запомните. Занятие искусством – это, как правило, ну это разные корни могут быть. Кто-то берет камеру для того, чтобы к себе внимание привлечь. А кто-то берет камеру в руки, чтобы зарабатывать и выживать. Кто-то берет камеру в руки, чтобы просто, потому что у него просто накопилась творческая энергия. Он много лет ее копил, занимался какой-то рутинной работой, потом вышел на свободу, взял камеру и решил, что ему есть что сказать. И я считаю, что фотографировать могут абсолютно все. И никому точно. Я могу посоветовать и сказать, что вот этот жанр, например, это не твое. Попробуй себя в чем-то другом. Мечта, наверное, одна из... Как у портретиста, наверное, у меня есть определенная амбиция и желание, чтобы максимальное количество моих великих современников запомнили по моим фотографиям. Спасибо. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы всегда на связи с вами, на страницах в Инстаграм и ВКонтакте Полные версии наших видеосюжетов на нашем YouTube-канале BeautyTimeTV Будьте с нами и до новых встреч в эфире Наши стильные партнеры Имидж-студия Елены Ивановой Ателье «Модный дом. Я» Субтитры сделал DimaTorzok